Здравствуйте! Вести Хакасия на телеканале «Россия» в студии Елена Крылова. Сначала о главном к этому часу. Победители в победе. Сегодня выигравшие выборы местное отделение «Единой России» обсудило стратегию на ближайшие годы. В Москву хоть каждый день аэропорт Абакан увеличивает число рейсов. Вся жизнь театр. В Хакасии открылась выставка, посвященная основоположнику Национального театра. Очередной срок парламентского спикера прочит Владимиру Штыгашеву местное отделение партии «Единая Россия». Сегодня партийцы тайным голосованием на региональной конференции в большинстве поддержали его кандидатуру. О чем еще шла речь Константин Кравцов? Это довольно символично. Представители «Единой России» партии, которая на прошедших выборах оставила далеко позади своих оппонентов, собрались сегодня в Абаканском центре культуры «Победа». На конференции представители всех районов республики. Более 100 человек. По итогам выборов почти 70% состава Верховного Совета, а это 34 кресла из 50, заняли единороссы. Счет, если не разгромный, то ощутимый более чем. Одна из тем нынешней конференции – перспективы работы партии. И, очевидно, вектор остается прежним. Практически все сферы общества. Не буду говорить о других партиях, но точно скажу, что в «Единой России» работа идет не от выбора к выбору, она идет постоянно. У нас есть куча проектов партийных, которые мы реализуем, как по линии законодательной власти, так и по линии исполнительной. Стоил большой уровень поддержки «Единой России», в первую очередь, это обязательство, аванс доверия людей перед «Единой Россией» и обязательство «Единой России» реализовать все те обещания, наказы, которые были изложены в нашей программе. Стоит также отметить, нынешняя численность представителей партии в парламенте позволяет принимать законы единороссам без учета мнения других депутатов. Открытие конференции провел секретарь отделения и вновь избранный глава республики Виктор Зимин. Он отметил, что положительная динамика развития региона, в том числе заслуга партии. Это и бизнес, и социальная сфера, и образование. Притом он попросил коллег не останавливаться на достигнутом. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что нам очень еще и важно не просто искать точки роста в тех, кто у нас работает уже. Нам очень важно сегодня создать ряд новых предприятий, больших, крупных, с другими технологиями, с новыми. Нам нужно как минимум 4-5 миллиарда добавить с учетом нашей верхней точки, 18-миллиардных собственных доходов. Нам надо иметь где-то минимум 23-24 миллиарда собственных доходов. Также на конференции партийцы тайным голосованием выбирали своего кандидата на должность председателя Верховного Совета. Согласно представленным кандидатурам, выбор у единороссов невелик. Это нынешний председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев и его зам Юрий Шпигальских. Партийцы сегодня остановились на первом варианте. В любом случае, кто займет кресло спикера Верховного Совета, станет известно на ближайшей сессии депутатов 18 сентября. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. И сегодня Виктор Зимин обсудил ход строительства надземного пешеходного перехода в расцвете с начальником Федерального управления автомобильных дорог «Байкал». Сегодня строительство пешеходного перехода в самом разгаре, ввести его в эксплуатацию планируется в этом году. Помимо перехода, речь зашла и о ремонте дорог. «Байкал», управав «Автодор» пообещал в полном объеме выполнить запланированные работы на трассах М-53 и М-54, расположенных на территориях Хакасии, Красноярского края и Тувы. На капитальный ремонт в этом году заложено 500 миллионов рублей с федерального бюджета, а на 2014 год – 800 миллионов рублей. Всех жителей республики, слава и благодарности вам лично, вашему коллективу, за тот вклад, который вы внесли, вносите, я надеюсь, будете вносить, уверен, что статус одни из лучших дорог Сибири, республики Хакасия, будет очень тонко, целенаправленно, подчеркнули в этом году, мы видим, какой объем работ делается. Авиарейсов из Абакана в ближайшее время станет больше. Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершится в следующем году, но уже через пару недель. Руководство аэропорта планирует сократить временное окно для ремонтников. Что еще интересного происходит в воздушной гавани республики? Об этом Анна Ахпашева. Этот самолет приземлился буквально пару минут назад. Рейс Москва-Абакан, направление крайне востребованное. Сегодня, с учетом временного окна в среду, самолеты в этом направлении летают шесть раз в неделю. Но уже совсем скоро, с 9 октября, летать в столицу можно будет хоть каждый день. Такая возможность у жителей Хакасии должна была появиться не ранее конца октября. Но подрядчики опередили график ремонта взлетно-посадочной полосы. Сегодня доделать остается еще около 500 метров, но и в этих условиях аэропорт уже может выйти на новый уровень. Вынужденный суточный простой приносил ощутимые убытки. Работая в режиме окна, недополучали доходы, потому что по среду вообще полетов не было. Материали практически по 3-4 рейса в день и доходов не получили порядка, так считать, грубо говоря, то порядка 30 миллионов. Москва основное традиционное направление, но сегодня задача вспомнить хорошо забытое старое. Еще 20 лет назад в Красноярск самолеты летали каждый час, каждый день. На такие объемы сегодня, конечно, не рассчитывают, но то, что по Сибири удобнее и быстрее по воздуху, это факт. И первые рейсы в Новосибирск это подтверждают. Этот рейс оправдался с первых дней, показал, что очень востребован. У нас заполняется было буквально даже в первую неделю где-то 90%. А на сегодня полная загрузка самолета и практически на неделю, на полторы недели вперед нет билетов. Учитывая это, принято решение вести дополнительный четвертый рейс на Новосибирск. И здесь уже работает обоюдный интерес аэропорта, перевозчиков и пассажиров. Вспомните, этот аэропорт 5-6 лет назад. Совсем другие условия были для пассажиров. Сейчас приятно, поэтому намеренно выбираю именно Абакан. Все созданы условия для того, чтобы летать именно отсюда. Ну, все равно те же деньги тратятся, поэтому с Абакана проще. Были варианты, когда мы летали через Красноярск. Сейчас летим через Абакан, потому что черный, как бы из дома удобнее. Как ни крути. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Завершено расследование уголовного дела по факту смерти ребенка от травмы, полученной в спорткомплексе Абакан. Материалы переданы в суд. Напомним, 14 марта на 7-летнего мальчика во время игры упали гандбольные ворота. Ребенок получил черепно-мозговую травму и умер в больнице в этот же день. В уголовном деле два фигуранта, директор спорткомплекса Галина Чудинова и тренер Михаил Стоянов. Оба они знали, что гандбольные ворота не закреплены, но тем не менее проводили тренировки. Следователи установили, что и до трагического случая были инциденты, когда ворота падали на детей. Например, в феврале 2011-го травму руки получил 7-летний мальчик. Статья в этом деле – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы. Галине Чудиновой следователям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении. Михаилу Стоянову избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. И сегодня же Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело по факту исчезновения 23-летней жительницы Саиногорска. Пропавшая Марина Елистратова. 6 сентября днём она пошла по делам в детский сад, который находится рядом с домом. С тех пор её никто не видел. Заявление о пропаже на следующий день в полицию принёс супруг молодой женщины. В последний день, когда пропавшую видели, на ней была серая толстовка с капюшоном, голубая футболка, серые шорты и серые балетки. Особая примета – шрам под правым глазом. Полицейский гарантирует конфиденциальность всем тем, кто может сообщить что-либо о местонахождении женщины по телефону 02. В Аскейском районе женщину из села Ускамышта посадили в тюрьму за неуплату алиментов. Своей дочери, которая живёт у опекунов, она задолжала 300 тысяч рублей. У неплательщицы несколько судимостей за кражу, а также за спаивание ребёнка и вовлечение его в занятия по прошайничествам. Приговор суда пришёлся на незаконченный условный срок за кражу, поэтому на основании сложения наказания алиментщицу приговорили к году колонии общего режима и взяли под стражу прямо в зале суда. Добавим, что только в этом году судебные приставы направили в суд более 300 уголовных дел в отношении беглых алиментщиков. В Абакане мужчина сдал в полицию оружие, которое нашёл в Тайге в Арджиникидзовском районе. Гладкоствольное охотничье ружьё было прислонено к дереву. Полицейские установили, что оружие зарегистрировано в Хакасии. Сейчас разыскивается его владелец. В Хакасии дожди только в последние несколько дней принесли около 30% среднемесячной нормы осадков. Особенно обильные ливни прошли в верховьях реки Абакан и в результате повысился уровень воды в русле вблизи Абазы. По данным гидрологов, в этом месте река поднялась сегодня до отметки 154 сантиметра. Между тем, критический рубеж 520, а значит запас существенный. Вблизи столицы республики, в частности в районе Северной Дамбы, вода достигла отметки 160 сантиметров, при критической – 450. Несколько повысился уровень и других рек – Таштыпа, Матура, Большой Ербы, Чулыма. Специалисты отмечают, что летнее осеннее межсезонье водоёмы Хакасии достаточно полноводны. Однако поводов для беспокойства нет. Паводка не ожидается. Тем более, что дождь уже к утру пятницы прекратится. Выходные будут солнечными, а на следующей неделе вновь ожидаются небольшие осадки. По данным метеорологов, дождливыми будут понедельник и вторник. Избавить черногорцев от лишних расходов на тепло, очевидно, намерены власти. В городе стартовал крупный ремонт жилых домов. Нынешнее состояние некоторых зданий настолько плачевно, что зимой люди невольно оплатили за отопление улиц. Константин Кравцов подробнее. Такого внимания строителей старенький дом на Баграда-102 не видел, пожалуй, с момента строительства. А возраст здания более 50 лет. Сегодня под переделку попадает буквально всё. Стены, крыша, водопровод, канализация и подъезды. Состояние электропроводки удивляет даже бывалых мастеров. Промыка, изоляция, 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 изоляция. Поэтому подъезды и заменения. И тут ни от защиты, ни от хаматов, ничего не нужно. Задача строителей не только обновить здание. После реконструкции жильцы дома должны получить и ощутимую экономию по кварплате. Потери тепла через наружные стены уже снижаются. Это одно. Дальше, значит, холодная горячая вода с современными трубами полипропилена или стекловолокно, там в зависимости от параметров. И светильники будут устанавливаться с энергосберегающей светильники. Таким образом, только энергопотери должны сократиться на 30%. Большинство жильцов дома – пенсионеры, которые не один год ощущают в квартирах в прелести черногорской зимы. Мерзнем, вот что только плохо. Замерзаем. Температура в квартире 13-14. Дом на Баграду-102 не единственный подобный в Черногорске. В ближайшие дни строителей ждут еще 7 многоэтажек. Общая цена капитального ремонта – более 25 миллионов рублей. Капремонт домов Черногорска – часть федеральной программы по улучшению жилого фонда. В данном случае 15% от общей суммы оплачивают сами жильцы. Всего же по городу порядка 40% домов нуждается в обновлении. Проблема стоит очень остро, потому что ранее деньги на капитальный ремонт не выделялись. Продолжение этой программы, скорее всего, с 2014 года у нас по республике Хакасии будет работать региональная программа капитального ремонта, которая будет охватывать весь жилой фонд, требующий капитального ремонта. Так или иначе, ощутить на себе и рассказать другим о прелестях обновления смогут жильцы той же двухэтажки на Баграда-102. Строители обещают закончить все работы к декабрю. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. В Абакане уничтожат дикорастущую коноплю. Такими планами делится мырия. В городе есть несколько участков, где растет конопля. Зачастую это прямо в жилых массивах, во дворах. Но больше на пустырях, в основном в первом микрорайоне. Городская администрация уже наметила с десяток участков для работы. Как только установится сухая погода, коммунальщики начнут. Кусты дикорастущей конопли будут вырывать, обливать бензином и сжигать, чтобы избежать распространения семян. В Краеведческом музее открылась выставка под названием «Бенефис Тапанова». Она посвящена 110-летию со дня рождения первого хакасского театрального деятеля. В музее подготовлена экспозиция, в числе экспонатов которой фотографии, документы, рукописи и подлинные предметы, принадлежавшие писателю. Выставка будет работать в течение месяца. Александр Тапанов был талантлив во всем. Он известен как драматург и литератор, один из создателей хакасской письменности, автор первого хакасского букваря, актер и руководитель национального театра. Поэтому каждый из экспонатов вызывает особый интерес. Сценарии, написанные его рукой, а также его знаменитые очки. Материалы для экспозиции собирались у родственников писателя и в театрах Хакасии. Особое место отведено историей постановки первой хакасской музыкальной комедии «Одураченный Хархло». Посетители смогут увидеть тексты пьесы с авторскими правками, реквизиты актеров и уникальные театральные костюмы, чудом дошедшие до наших времен. Из самых ценных экспонатов первые книги Тапанова, изданные на хакасском языке. Это пьеса с учением без нужды и сборник стихов «Книга песен». Были изданы в Москве в 1928 году. Вот у нас нет книг древнее, так можно сказать, сегодня. Потому что в 1924 году возникает хакасская письменность. И в 1928 году на хакасском языке выходят эти первые книги. Вы их увидите на выставке. Развитием национальной культуры Тапанов начал заниматься в 20-е годы прошлого века. Именно в это время он занимался созданием хакасской письменности и первых учебников. Переводил на хакасский язык просветительские брошюры. В 1931 году основал хакасский национальный театр и стал его бессменным художественным руководителем. Для Александра Тапанова театр был настоящим вторым домом. Именно здесь, в Центре культуры имени Кадышева, были сыграны его лучшие спектакли, среди которых «Сын хакасского народа» и «Одурачный Хархло». Эти постановки стали основой театральных традиций Хакасии. Репрессии 30-40-х годов вынудили Тапанова покинуть малую родину. Умер Александр Михайлович в 1959 году в Крыму. Но память о великом деятеле Хакасии удалось сохранить. И в завершении напомню, телефон нашей редакции 22-72-82. Звоните и сообщайте свои новости. У меня на этом все.